Привет, мои хорошие! С вами Селена Свей, и сегодня необычное видео. Сегодня я буду раскрывать посылочку от моей подписчицы и совместно блогера, которая живёт на Тенерифе, на острове. И она прислала мне вот такую вот посылочку. Я её ещё не распечатывала, абсолютно не знаю, что там. Девочку эту заочно я знаю, она обращалась ко мне за какими-то советами, бывало, даже и мне что-то советовала и рассказывала. И, в общем-то, мне стало интересно, я стала за ней наблюдать, она начинающий блогер. И мне вообще очень понравилось, так как вы знаете, что я всё время хочу ехать куда-то за границу, мне, естественно, интересно, как человек живёт где-то на острове. Она русская, говорит по-русски, и вот она туда отправилась. Кстати, жду видео от меня по запросу о том, как она туда попала и вообще её история. Но она много рассказывает, как она там живёт, с чем она сталкивается, плюсы, минусы. И вообще это всегда очень интересно, потому что я в будущем планирую куда-нибудь уехать, но, может быть, не на всю жизнь, но какое-то время пожить. И, в общем-то, она говорит, вот, хочу посылочку тебе выслать. И вот выслала, вот с такими смайликами, очень интересно. Посылочка тяжёлая, весит она... Вес у неё почти 2 килограмма. Вот, мне очень интересно. Из такого далёкого-далёка она ехала. Давайте посмотрим, что же она нам приготовила. Единственное, что она сказала, надеюсь, у вас с Крис нет аллергии. Я подумала, что, наверное, косметика какая-то. Ну, давайте откроем. Я немножко переживаю. Ну, не знаю почему, но мало ли. Как её открыть, блин? С какой стороны подлезть? О, нашла. Нашла дырочку. Жёлтую посылку я открываю жёлтыми ножницами. Итак, мы открыли. Ух ты, тут еда. Ленок, будешь пробовать? Чё, сразу мне? Только послёг. Ой, сколько тут всего... Дэнни, смотри! Что это? Это тебе! Ой, красота! Тебе тоже помнят так приятно. Да, игрушечка такая. Ну, иди присаживайся ко мне. Раз Кристины нет, она будет потом всё это отведывать. Так, давай ты игрушечкой... Привет! Привет! Ты игрушечкой своей занимаешься? Итак, Денечка, спасибо. Это про Денечку не забыли. Смотри, какой. Ой, всё, играй. Она ещё едет вот так, смотри. Ага. Она сама едет. А ну-ка, давай вот это снимем. Сделай на полу. Смотри, Дэн. Поехала! Видишь сама? Ой, ещё эта штучка вот так вот делает. Вообще прелесть какая. Дальше, что я вижу? Ну, вот я вижу еду первым делом. Бананы. Бананы сушёные. Запечатано всё. Десятое, 2008-ое. Надо попробовать бананчики, да? Ну, мы так как люди вечно голодные. Сейчас заценим, что там у вас готовят. Кстати, они какие-то солёные, как чипсы, что ли? Ну, я ела в Таиланде, как чипсы из бананов. Угу. Чипсы. Что-то в этом есть. Надо привыкать ко всему. Я такая села. Посередине. Я просто планировала одна. Я просто планировала одна. Денька, он ногой подвинул. Так, а что запечатываю? Не надо запечатывать. Так, давай дальше. Что это такое? Всё написано по-нерусски. Угу. Она говорила, что если что, ты обращайся. Ну, тут овощи, да, нарисованы? Это еда какая-то, думаешь? Ну, да. Это, я думаю, какое-то, знаете... Соус или что-то. Соус, да. Ну, давай откроем, понюхаем. Может, нам запах о чём-либо скажет. Может, на тебе нужно... Ты пока открывай, я посмотрю, что тут ещё у нас есть. Так, я вижу две вот такие вот алоэ. Две вот такие вот алоэ. Это, скорее всего... О, здесь написано гель. Гель. Натуральная косметика для нормальной сухой, очень сухой или стареющей кожи. И... Или стареющей кожи. Это то же самое. Давайте понюхаем. Это гель, короче. Ой. Подходит после пребывания на солнце. Сейчас, зайка, давай понюхай, и тебе дам. Пахнет. Вообще необычный запах. Чем-то... С сыром как-то. Киснет. Ух ты. Ну да, кстати, с сыром чем-то пахнет. С сыром, да, пахнет. А ну дай попробую. Вдруг оно острое. Я острое так боюсь. Здесь есть сыр. Ну, ну, вот он. На картинке сыр. Слушай, вкусно. Да? А с чем это едят, интересно? Ну, чё ж ты так руками? Короче, это сыр. Перетёртый. С чем-то там. Я знаю, с чем это едят. С крейкерами, может. Или с чипсами, с чего-нибудь такое вот. Поняла? Или, может быть, даже с этими. Что я в фикс-прайсе люблю покупать? Хлебцы. Хлебцы. Я знаю. Да, вкусная штука. Необычно. Вкусная штука, кстати. Так. Ты алоэ понюхала? Денька, утащила у тебя алоэ. Дай понюхать, Денечка. Ты гель для душа? Да, написано гель. Да, я думаю, что гель для душа. Крутой запах, я знаю. Ну да, хорошая штука. Так, поехали дальше. Что это розовенькое? Паста какая-то, да, написано? Четыре штучки. А, нет, крем какой-то. Четыре штуки. Вот такие вот. Что это, что это? По-русски что-нибудь написано? Ванила, вижу, ванила. Ладно, можно открыть? Флор де Джапан. Флор де Джапан. Да. Это одно и то же. Одно. Ну, распечатывай одно. Ну что, на что похоже? Ну, крем какой-то. Может, для рук. Ой, какой приятный аромат. Я не знаю, что это. Я у нее обязательно спрошу. Очень вкусно. Я бы хотела пользоваться. Ой, офигенный запах. Четыре штуки такие. Но она говорила, что она нам с Крестюшей все это присылает. Поэтому она, скорее всего, на двоих все это присылает. И вот еще вот такая штука здесь есть. Вот это какие-то соусы, да? Да, соусы тоже. Вот тут перчик. Еще что-то нарисовано. Ну, давай пробовать все. Вот отсюда выпало. Ой, записка, письмо. Записка! Ох, она так много написала. Так, откуда начинать? Дорогие Селена, Дэнни и Крис. Меня зовут Юлия. И живу я на солнечном острове Денериф в Испании. У нас на Канарских островах своя особая кухня и очень популярна натуральная косметика с алоэ. К сожалению, все это богатство вкусов и продуктов уместить в одной коробке нереально. Но самое, на мой взгляд, интересное здесь. Так, на бутылочках с алоэ, она все написала. На бутылочках с алоэ есть информация на русском языке. Этот гель подходит от всего и для всего. Эти гели для вас с Кристиной. В розовых тюбиках крема для рук. Они просто очень хорошие и вкусно пахнут. Вкусно пахнут, да, это я согласна. Но я себе оставлю такой крем для рук обязательно. И Лене даже один подарю. А ты как раз работаешь, тебе нужно, ты пользуешься кремом для рук, да? Пользуюсь. Вот, себе оставлю. Спасибо, одарила. Кристине, да, и себе, Кристине, Лене и еще один надо кому-нибудь ценному человеку подарить. Это мини-подарочки тебе. Крис... Так. Твоей прекрасной маме. Тебе, Крис, твоей прекрасной маме. Во, супер. Солнечной подруге Ленусику? Солнечной подруге Ленусик Хэнси! Поняла? Я еще не сказала читать, она для тебя приготовила. Я как чувствовала, видишь, мы чувствуем друг друга. Разумеется, желтый грузовичок для самого улыбающегося парня Дэнни. Спасибо. Дальше. Нет, нормально, мы уже все раскрыли. Тут письмо нашли. Длинная оранжевая баночка. Это канарский деликатес. Сыр Альмагротте. Альмагротте. Очень вкусный. Я уже поняла, что там сыр, потому что я его почувствовала. Его очень вкусно мазать на хлеб. Так, делают его не на острове Теннерихи, а на маленьком острове Лагомера. Лагомера, да, молодец. Она говорила, что у меня почерк сложный. Так, миниатюрки этого сыра входят еще и в наборы. Черные с маслинами. С местными или что? Наверное, может быть, с местными. Или нет. А также туда входят пальмовый сироп, мед. Его вкуснее всего есть с копченым козьим сыром. Странно, но вкусно. Соус нохо пекон. Красный. И соус нохо верде. Зеленый. Зеленый. Но лучше всего есть с картошкой в мундире. Соль. Соль. А, она еще подписала сзади. Один, два, три. Слушайте, это я невнимательная такая. Четыре тогда, смотри где. Человек все сделал, да, а я тут это. Ну и напоследок необычное сочетание бананы в гофио со специями. Гофио это местная канарская мука. Обжаренная специальным образом. Перемолотые зерна. Очень необычный вкус. Да, это правда. Бананы и канары при своем маленьком размере славятся своими бананами. Маленькими, дикими, вкусными. И экономика канар стоит на трех китаах. Туризм, бананы и помидоры. Спасибо огромное, дорогая Селена, за твой бесконечный позитив. Вместе с Дэнни Крис, мамой Ленуська. И так же с семьей брата, да? И так же с семьей брата. Вы все по-настоящему вдохновляющие, веселые, жизнерадостные. И просто замечательные люди. И если таких людей будет больше, у мира есть шанс. Отдельное спасибо за твои ответы в инстаграм и твои суперсоветы. С любовью, Юлия. Спасибо. Это она оставила свои координаты. Я обязательно, кстати, на Юлю оставлю ссылку под своим видео на ее канал. Поддержите ее, потому что она начинающий блогер. Плюс она очень красивая девушка. Очень хорошо она выражает свои мысли. Мне нравится смотреть ее видео. То есть нет такого, что ты смотришь и там скучно тебя смотреть. Нет, на самом деле очень интересно. Плюс она живет за границей. И это очень интересно, как она справляется с какими-то вещами. Я думаю, ей будет очень интересно привлечь к себе больше внимания. И чтобы были какие-то видео по запросу, что вам было бы интересно посмотреть. Вот зайдите на ее канал, обязательно оцените. Я тебе ее покажу после видео. Да вообще, я так тронута, блин. Я не могу. Давай попробуем вкусняшки. Что она? Вот это вот черное. Спасибо большое. Черное что-то она сказала. С оливками. Или реально такой необычный этот, да? Я не пойму, что это. Она очень вкусная. Ну лизни прям, ничего страшного. Я не брезгую. Очень похоже, знаешь, на что? На Кипре есть черное золото, говорят. Не знаю, с чего оно делается. А, подожди. Давай, она же что-то писала. Да, давай, читай. Черное это что? Блин, так классно. Представляете, мы соприкасаемся с вот... С далеким островом. Это приятно. Может, когда-нибудь мы туда приедем. Черные. Миниатюры этого же сыра входят еще и в наборы. Черные. С местными вкусняшками, наверное. А также туда входят пальмовый сироп, мед. Вот. Вот черные. Вот это сыр тот же самый, который мы пробовали. Его можно не пробовать, только запах по определенным. Может, это пальмовый был мед? Сироп? Вот, да, сироп. Ну, он сладенький. Потом зеленое. Это что зеленое? Ну, она написала, что вообще эти наборы этого же сыра с местными вкусняшками. Поняла? А-а-а. М-м-м. Снаденький. М-м-м. Вот этот вообще, да, вкусный? М-м-м. Прям классный. Так, а что у нас еще? Супер. Вообще, слушай, они такие разные, то есть нет такого, что там что-то похожее. Они прям настолько разные. Вкус разный. Да. Угу. Класс. Дай. Ой, острая! Угу. Вкусно. А-а-а! Да острая! Скорее чипсы надо здесь. Я вот этот сначала не ухожу, он такой мне показался, что он со запахом, не пойму, вроде знакомый, но какой-то это. Мне бросилось вот сразу такое. А потом я поняла, что это сыр. Да. Как с плесенью, да, сыр пахнет? Зай, кушай. М-м-м. Юля. У меня нет слов. И у меня. Большое спасибо. Мне жизненно приятно. Да, я обязательно оставлю... Так, держи, крем. Я обязательно оставлю Кристиночке все это попробовать. И брат, может быть, сегодня придет в гости. Тоже попробует все это дело. И маме дам попробовать. Короче, все попробуют. Все раздаю всем, кому ты как и сказала. Большое спасибо. Я очень люблю, честно говоря, создавать связь с какими-то такими далекими местами и с хорошими, позитивными, интересными людьми. Вот, я за тобой наблюдаю. На твой канал я подписана. Слежу, ставлю лайки. По возможности, как только есть время, что-то, конечно, комментирую, если есть мне что сказать. Вот, жду от тебя видео по запросу, которые я тебе писала в Инстаграме. Вот, и оставлю, оставлю девочке, и в Инстаграм оставлю, и на канал. Проходите, смотрите, оцените. Я думаю, она вам понравится. Девочка очень приятная и хорошая. Ну, а мы прощаемся? Прощаемся? Пойдем есть вкусняшки. Все. Счастливо. Мы вас любим. Спасибо, Юлечка. И до следующего видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok